Я взяла метафорические карты «7 ресурсов женщины». Я сейчас вытащу три карты, а вы выбираете число 1, 2, 3. Вам выпадет та карта, какой ресурс мне нужно сделать сейчас акцент. Опять-таки, дорогие мои, если вы хотите всё более так конкретно, профессионально, подробно, я, естественно, жду вас на консультации, когда мы рассмотрим вашу Венеру, через чего вы должны наслаждаться, потому что Венера – это энергия наслаждения, как вам нужно наслаждаться, через какую энергию к вам придут деньги, радости, счастья. Всё мы с вами разберём. Либо я вас жду на своём курсе «7 вздохов на пути к себе». Мы там тоже будем разбирать вашу натальную карту, и мы там тоже будем разбирать все ваши энергии прямо по полочкам. Какой ресурс делать акцент? Первой карте. Карта номер один. Вот такая карта. Смотрите. Вот такая карта. Что у вас вызывает, какие ассоциации вызывает у вас эта карта? Причём, дорогие мои, вы знаете, что здесь может быть? Сейчас я вам скажу. У кого-то может быть карта, вот кто-то в этой карте увидит себя в мае и скажет, мой ресурс в том, чтобы заботиться о других людях, дать им заботу, защиту. Это карта номер один. Кто-то может наоборот увидеть, скажет, что мой ресурс в ощущении доверия. Кто-то увидит себя женщиной, кто-то увидит себя ребёнком. Мой ресурс, когда я доверяю высшим силам, когда я доверяю Вселенной. Понимаете? Кто вы здесь? Те, кто выбрал карту номер один. Кто вы здесь? Женщина заботливая, либо ребёнок, который хочет довериться высшим силам. Вот, давайте. Вы смотрите, пожалуйста. И тут же первое, что приходит вам в голову, это первая ваша эмоция. Карта, она про безусловную любовь, чтобы вот материнскую любовь, та любовь, которая принимает людей такими, какие они хотят быть, и она, ну, даёт любовь людям. Любовь – это что? Это принятие, когда она не говорит, ты хороший, ты плохой, правильно, неправильно. Давайте так. Вопрос. В чём мой ресурс? Карта номер два. В чём ресурс? Классно. Смотрите. В чём ресурс? Здесь тоже можно спросить, вы сейчас кто? Это барышня, девушка, которая лежит, а может быть, вы это яблочко. Это ресурс этой карты в умении быть настоящей, в той, которой я есть. Не той, которой меня хотят увидеть в отсутствии такое желание быть хорошей девочкой, правильной, чтобы другим было хорошо. А вот такая, какая я есть. Вот я хочу сейчас отдыхать, расслабленность, отдых, наслаждение. Девочки, замечательно. Даже если вы выбрали другие карты, например, что-то там, мол, третью или что, если вам откликается вот это, да, вот мы все в поле, это тоже в чём-то… Ага, замечательно. Значит, это тоже в чём-то ваша карта. Например, кто-то выбрал карту один или три, а сейчас я выбрала карту два. Это не значит, что это не ваша карта, это тоже ваша. Но тот номер, который вы назвали, эти энергии базовые для вас, основные, а эти дополнительные, здесь я настоящая, и в этом моя сила. Не такой, какой мне хотят видеть люди, мир, а такая, какая я хочу быть. Такой, какой мне комфортно. Так, и третья карта. В чём ресурс женщины? Кто выбрал третью карту? Обожаю эту карту просто. Мне интересно, как вы её будете интерпретировать. Вот этот вот ресурс. Это цветок лотоса. Что у вас, какие эмоции вызывает этот цветок лотоса? Давайте сейчас, вот это у нас третья карта. Вот те, кто выбрал третью карту. В чём ресурс этой карты? В чём ресурс? Это карта про умиротворение. Вот эта карта, этот цветок. Смотрите, что у нас здесь? У нас здесь водное пространство. Это водное пространство, это эмоции женщины. Вот такая тихая, спокойная вода. И в этой тихой, спокойной воде расцвёл прекрасный лотос. Поэтому это энергия умиротворения. И эта карта говорит, что приведи свои мысли, своё состояние в гармонию с любовью и таким некоторым покоем внутренним. Вот про это. Карта говорит про то, что здесь необходимо убрать из своей жизни энергию какой-то борьбы, сопротивления, какой-то конкуренции, какого-то там напряжения. Вот видите, в этой карте нет напряжения. Он просто прекрасен сам по себе, этот цветок. И всё. И вот он раскрывается, и он говорит, я такой, мир, я такой, люби меня таким, какой я есть. То есть, знаете, такое вот естественное состояние. Вот. Карта про умиротворённую женщину. Такая умиротворённая, гармоничная женщина, которая несёт людям спокойствие. Она никогда не идёт на конфликт, она никогда не спорит, она никогда никому ничего не доказывает, она гармонична, она гармонична душой и телом. Она просто знает, что она прекрасна сама по себе. И вот она цветёт, она открывает, она самодостаточна. И ей ничего не надо никому доказывать. Мало ли, что вы там считаете. Как я вчера сказала одной замечательной девочке, кошке всё равно, что думают о ней мышки. Она идёт и делает своё дело. Вот шикарная карта про умиротворение, про гармонию и про самодостаточность. Вот в этом ваш ресурс. Девочки, те, кто выбрал третью карту. Я думаю, хорошие карты у нас сегодня вышли. Вот я хотела пригласить вас в свой замечательный марафон, где вы уже не путём тыканье, угадывания, так скажем, а по науке уже узнаете, в чём ваш ресурс, в чём ваше счастье, как вам достигать этого состояния удовольствия и наслаждения, и какова природа вашего удовольствия, как вам с ней взаимодействовать. Кстати, Венера — это у нас деньги, Венера — это у нас удовольствие и наслаждение. Если у вас прокачана Венера, если вы умеете получать удовольствие и наслаждаться, тогда деньги к вам приходят естественным способом. А как наслаждаться? Понимать природу, через чего я наслаждаюсь, потому что, к сожалению, мы запутаны, мы многие запутаны, потому что есть детские травмы, есть страхи мамы, которые на нас давят, и где же моё наслаждение, где моё природное наслаждение, чем на самом деле я могу наслаждаться, независимо, вне зависимости от внешних обстоятельств. Вот это всё в натальной карте. И мы с вами всё это будем изучать на нашем марафоне. Семь уроков, семь дней, семь планет вашей натальной карты, семь моих авторских волшебных медитаций, семь упражнений психологических. Ну и моя поддержка, моё общение с вами все эти семь дней. Жду вас.